всех приветствую сегодня подъехал тут алексей бородая подкинул мне там информацию церкви бурхарди тут есть такая маленькая основанная вроде как бы 10 веке потом 13 веке вроде тут тамплиеры заседали сейчас мы посмотрим это все немножко внимательно хотя конечно официальную историю я как бы не читаю но тут с этой бурхарди интересный там текст такой 639 лет будет у них там орган играть в общем я бегло так прочитал попробую либо текста за добавлю потом либо его озвучу тут подвальное помещение используется там какие-то трубы в этой церкви добавляют в общем гул такое попробую тоже добавить кусочек чтобы было понятно что тут происходит много интересных дат опять же вот эти этажи нижние так скажем даже не буду их называть подвальными под ними возможно еще есть кто копал но вряд ли кто тут хотел копать поэтому все осталось это изначально когда какие-то работы проходят можно посмотреть ну в общем посмотрим сегодня но к сожалению сегодня я посмотрел она закрыта только сможем посмотреть это все дело снаружи туда стена дальше уходит но тут двор огороженный к сожалению ворота такие метров пять наверно высотой там сверху еще один этаж есть окна как вижу не знаю дверь когда-то делали походу потому что слишком близко к верхнему окно там видать опять окно переделали сейчас конечно же тут вообще ничего не поймешь все везде все переделано я тут уже разок был как-то там то ли окно то ли дверь была там тоже непонятно что было окно или дверь с этой стороны тоже попробую разбери что это было если двери то понимаете они должны быть гораздо глыбже да или это для каких-то совсем маленьких метровых людей двери потому что слишком они маленькие все по замурова на ухты тут я смотрю ограждение опять же что-то закрыли совсем тут работы идут посмотрим можно ли будет тут они вокруг всю территорию решили обложить заложить теперь даже не знаю в четверг наверное тоже получается не поду сюда все огородили вот это вот церквушка он тут поставили тоже такие квадратные трубы вот таких загнули интересно когда ветер подойти сюда послушать бы что они издают по истории тут конечно я ее особо не читаю потому что тут вот эти вот тамплиеры все вот это рыцарство как-то у них развития совсем не было там смотришь там за сядька есть такой ракеты делал по моему восемнадцатом веке там с турции по моему воевали быстро они там победили с помощью его ракеты потом почему-то про ракеты забыли и до второй мировой войны как бы вообще ракеты не было да а тут после 2 так быстренько они раз и в космос улетели вопросах постоянно на вопросах там больше 150 лет по моему вообще про них просто забыли но так не бывает такое мощное оружие если у вас вы сделали то вы вряд ли о нем уже забудете вы будете его развивать правильно тут за короткий срок буквально за пару там десятилетий развития и там больше 150 лет никакого развития но так тоже не бывает рыцарство это вообще тоже там постоянно вопросы музыка и впечатление это может какой-то момент короткие сроки было что-то подобное но опять же не все так как это преподносят ну тут интересное конечно здание но снаружи я так понимаю сейчас уже толком ничего не поймешь надо вовнутрь заходить смотреть наверх вот какой-то церковь закрыта и огороженный это плохо скорее всего это надолго двери современные там окна заложенные там открытые стяжки выглядывают какие-то магазины сделали люди ломанулись закрыта тут ход на второй этаж тоже ворота где-то близко наверно пяти метрам там походу рабочие все держит материалы инструменты леса и так далее что тут у нас ни фига не видно через решетку дверь такая решетчая вижу каменный пол а что там внутри толком не увидишь тут не знаю канализация или что там за отверстие такое большое просто как склад и все бетоном залито такая же петрушка тут окна тут уже все конечно отреставрировано так ладно пойду я попробую подобраться поближе той церкви может быть получится поближе подойти колодец заглянул вода близко вот примерно уровень как вот там речку показывал буквально там полтора два метра вот это здание вот она появляется тоже этаж внизу правда не знаю старая она нет непонятно возможно тоже на остатках каких-то так вижу кругом заборы такое впечатление что я не подойду к сегодня близко к церкви этой вопрос вообще по расписанию стоит что с четверга по воскресенье в общем все под вопросом возможно это надолго закрыта вот тут лестница вниз сегодня просто солнечная погода решил прогуляться правда руки мерзнут морозит немножко но совсем немножко так тут а вот тут возможно вход и будет чуть-чуть такой закуток оставили проход есть как бы так не это кажется или там он гудит этот установленный орган подведу иду поближе что-то слышу где-то гудит а где-то не пойму тут что-то под откопали так камера стабилизатор замер что ли ну я слышу какой-то гудит да он походу постоянно там гудит надеюсь это будет слышно попробую прибавить звук там остатки стены какие-то я тоже там показывал все развалина окна круглые арочные прямоугольные тут одно окно заложили что-то там делали сверху написано 1922 что-то отдельно не вижу буквы непонятные сейчас я вокруг обойду так что за буквы блин нифига не пойму то ли а но то ли еще что-то вот средние буквы 1 н точно а вторая непонятно непонятно там что-то спито я не пойму что за буква ну да он там гудит походу постоянно вот это вот 639 лет должен гудеть интересно так она конечно не очень большая ну так скажем и не маленькая в общем надо вовнутрь попасть чтобы что-то понять я хоть немножко но голый диод такой я бы не сказал что он приятный так там уже современные постройки пошли ну ладно сейчас еще там пройдусь похожу посмотрю может что-то интересное увижу но честно говоря сдается мне тут уже ничего не увижу потому что на вот эти заборы я не рассчитывал всю тут огородили для пройти то можно как бы но наверное будут возмущаться с тем более рабочее время не пойду я туда что окна прям под лестницей но тоже как бы довольно странно окна под лестницей там вижу тоже дверь вниз уходит в общем все под землей как везде всех интересует этот вопрос вряд ли найдем ответ что на самом деле было но если только кто-нибудь когда-нибудь какой-нибудь сброс сделает потому что много вещей непонятно тут я ездил на озеро еще посмотреть глину там тоже глины два или три метра видно которую сверху ездил на возвышенности и снизу в общем как бы все одинаково в этот ролик я добавлю в декабре ездил мороз был лед уже был на озерах тоже интересно как-то не везде странно спрашивал у работников нифига они не знают блин тоже походу дверь что-то много как-то дверей на разном уровне вот тут вообще уже даже не просматривается едва-едва видно то ли закрыто то ли открыто даже не поймешь стоит ли четверг сюда приезжать нет непонятно ну можно конечно проехать тут даже можно мне пешком дайте минут там 15-20 ходу ладно оставим это дело до лучших времен может быть попадем так орган гудит это уже интересно но надо вовнутрь конечно фотографии там посмотрел чуть-чуть видео так там все хера внутри очень сера и все так то ли не доделано то ли развалено то ли переделано в общем там надо самому посмотреть нормально по фотографиям по видео тоже толком ничего не поймешь ну короче так себе поездочка скажем тот раз я тут был конечно найти то видео там близко ту стену снимал церковь тоже походу тогда закрыта было потому что люди что там вокруг ходили я даже да и как бы и не ломился ощущение у меня было что закрыта было тоже дверь когда-то было похоже на то окна были по замуровали так что-то я тут где-то еще видел не помню то ли табличку в какой-то сейчас я ничего не вижу так может прошел нет за и ничего не вижу какая-то тут табличка была так что тут у нас остатки какие-то но похоже тоже новодельники какие-то 1837 год ну ладно отложим это дело либо на четверг но если поеду в этот район заскочу посмотрю вообще открыто не открыто или там по другим источниками там нашел вроде с августа месяца август октябрь посмотрим короче не знаю посмотрим посмотрим поживем видно будет но тут пока все так медленно как только возможно музыкальное произведение джона кейджи являющиеся сам темой самого долгого музыкального концерта в истории человечества исполнение органа версии началось церкви святого бурхарда немецкого города хальбештад 2001 году и должно продолжаться 639 лет завершение исполнения по замыслу пройдет произойдет 2640 году поскольку тем как так медленно как только возможно кейджем не определялся а лишь был рекомендован к исполнению настолько медленно как только возможно в 1997 году на органом симпозиуме в тройсингены его участником музыкантом философом и теологом пришла идея исполнять это произведение на органе в течение 6 639 лет звучание органа практически не ограничено временными рамками а сам инструмент если его поддерживать в рабочем состоянии практически вечен длительность исполнения также была выбрана не случайно она совпадала с годовщиной создания первого в мире 12-тонного органа блокверка который был установлен в хальберштадте их кафедральном соборе 1361 году за тысяч за 639 лет до 2000 года предполагаемой даты начала исполнения опуса местом исполнения была выбрана церковь святого бурхарда в хальберштаде культовое сооружение с почти тысячелетней истории органная книжечка баха принадлежит к числу наиболее репертуарных сочинений у органистов обычно музыканты исполняют отдельные прелюдии и сборника чаще других их ров и хруф цуди хирьезус христ органная книжечка сборник из 46 хоральных прелюдий для органа иоганна себастьяна баха большинство прелюдий органной книжечки были написаны в 1712-17 годах в эмаре 3 хоральные прелюдии были написаны около 1726 года в лейпциге рукопись органной книжечки содержит оригинальный заголовок из которого становится ясен диктотический замысел композитора предложить начинающим органистам образцы обработки хоралов всевозможными способами действительности миниатюры органной книжечки выходят далеко за рамки скромно поставленной автором исполнение опуса началось 5 сентября 2001 года с музыкальной паузы которая длилась 17 месяцев до 5 февраля 2003 года затем раздался первый аккорд состоящий из двух нот соль диез и ноты си между ними и который звучал до 5 июля 2005 года аккорд состоящий из нот ля первой октавы до второй октавы и фа диез второй октавы или по октавной системы а4 c5 f5 начал звучать с 5 января 2006 года и сменился 5 июля 2008 года 5 июля 2008 года грузы удерживающие педали органа переключились вызвав шестое изменение аккордов две трубы были установлены к имеющимся на тот момент четырем и звучание стало более сложным это произошло в 1533 по местному времени меха не останавливаясь нагнетали в трубы органа воздух поэтому прерывание звучание не произошло более тысячи человек приехали засвидетельствовать это событие последнее изменение ноты произошло 5 февраля 2022 года каждое изменение тона органа запланировано на 5 число месяца дату рождения автора произведения джона кейджа и было поддержано общественностью и средствами массовой информации проект финансируется на постоянной основе в частности за счет пожертвований от порядка тысяч ежегодных посетителей церкви святого бугарда кроме этого каждый желающий может за тысячу евро увековечить свое имя на специальной табличке с номером музыкального года которая размещается на специальной на специальной сцене внутри церкви на табличке выгравированы и фамилия и имя жертводателя и даты его рождения и смерти последнее добавляется после кончины но она 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...